Итак, для начала, позвольте представить, с кем я не знаком. Меня зовут Дмитрий Андреевичек. Я веду курс специалистов различные направления связан с 3D-графикой, с визуализацией. Учебный центр специалистов. Разный курс по 3D-максу, по V-Ray, по короням и даже по видеомонтажу. И сегодня я хотел бы в этом небольшом нашем вебинаре, семинаре, рассказать вам о новой версии V-Ray. Мы регулярно проводим такие семинары, но сейчас события действительно очень значимы. Потому что V-Ray, он развивается, какими-то словно, скачками. То есть такое плавное развитие, а потом резкий скачок. Скачок, это, естественно, выход не просто новой версии, а выход нового поколения. Уже много-много лет V-Ray, ну, а кто впервые с этим сталкивается с этим случаем, что V-Ray — это система рендеринга, то есть визуализации, которая позволяет создавать потрясающие картинки и видеоролики, используя среду 3D-студио-макс в качестве платформы. Так вот, до сих пор, в последние годы, использовался V-Ray третьего поколения. Он пережил множество обновлений. Там 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Кстати, именно последняя версия, названная, но сейчас наиболее популярна, так сказать, в народе. А вот недавно появился V-Ray 4. Но разработчикам надоела такая вот порядковая нумерация, и поэтому они назвали его V-Ray Next, то есть V-Ray следующее поколение. И вот насколько эта система получилась удачная, быстрая, инновационная. Сейчас мы с вами сможем посмотреть. Стоит заметить, что, конечно, значительное влияние на разработчиков V-Ray оказывает, ну, как вы, кстати, знаете, наверное, разработчики V-Ray — это компания House Group, кто интересовался V-Ray, может, я слышал слово. И вот на них оказывает коллектив, который разрабатывает систему под названием Caron. Это вот, наверное, главный конкурент V-Ray на подпище визуализации всяких интерьерчиков, домиков. И сейчас обе разработки, V-Ray и Caron, принадлежат одной и той же компании. Они объединились недавно. Ну, и поэтому в каком-то смысле коллектив взаимодействует. И вот в этом четвертом V-Ray наблюдаются многие интересные моменты, которые изначально были именно в Caron. Сейчас я вам покажу парочку из них. Такая преемственность очень заметна. Итак, вот у нас с вами 3D Max, кстати, 2019-й. Ну, с таким же успехом, это, может быть, и 18-й, и 17-й, как вы хотите. Ну, из тех, что последние годы используются в работе. И я хотел бы показать вам работу V-Ray, конечно, на примере интерьера. Как наиболее такое понятно. Хотя потом в конце выступления я вам покажу и с видеороликом очень интересный трюк. Ну, сейчас давайте поговорим об интерьерочке. У нас есть вот такой интерьер. И первое, что мы сделаем, посмотрим, как включается V-Ray. А вот обратите внимание, у нас с вами есть два V-Ray. Их давно уже два. Только один из них недавно был применован. Ведь изначально, ну, как изначально, многие годы уже, разработчики V-Ray производят две системы. Одну называют V-Ray или просто V-Ray, или V-Ray Advance. Здесь называется V-Ray Next. Это вот и есть обычный V-Ray. А вторая система, все эти годы, называлась V-Ray Real-Time. И была предназначена не для получения финальных картинок, а для быстрого чернового просмотра. И вот эту тему создатели решили изменить. И теперь вторая система рендеринга называется V-Ray GPU. И предназначена вовсе не для чернового просмотра, а для точно такого же рендеринга, как и обычный V-Ray. Но отличие в том, что V-Ray GPU при правильном стечении обстоятельств рендерит в действии более раз быстрее при том же качестве. А все за счет того, что использует GPU, то есть видеокарту. По сути, перед нами первый такой официально заявленный механизм рендеринга с помощью видеокарты, которая ничем не отличается от обычного. Надо сказать, что, безусловно, это очень перспективная затея рендерить видеокарты, поскольку современные видеокарты предлагают колоссальные мощности за очень небольшие деньги. Ну, сравнительно небольшие. И вот это самое V-Ray GPU, это тот же самый V-Ray, только рендерить щека. Можно использовать одну или несколько видеокарт, и что полезно, можно одновременно использовать и процессор, и видеокарту. Мы с вами посмотрим, как он работает. Ну, ладно. Сейчас, как видите, я включил обычный V-Ray Next, который не требует наличия видеокарты в какой-либо рендере, только силами процессора. И вот приятная мелочь. Давайте сразу с нее начнем. V-Ray всегда был загадкой для новичков, потому что там очень много функций, очень много настроек, совершенно непонятно. Ты там что-то переключил куда-то, и пытаешься понять, что теперь произошло. И вот теперь в закладочке Settings есть такая чудесная вещь, как язык подсказок. Как видите, у меня уже установлен русский. А это как раз впервые появилось в Короле. Оттуда как раз переехала V-Ray. Обратите внимание, очень разумно сделано. Стоит мне подвести мышку к какой-то непонятной настройке, ну, вот, допустим, к SatDivum LightCash, и появляется подсказка. Он подсказывает две разных вещи в зависимости от того, куда поднести мышку. К стрелочкам появляется возможный предел настроек. А к самому значению появляется подробное описание, что эта настройка делает. То есть, что удобно, видите, вам подсказывают и, что эта настройка делает, и одновременно подсказывает, какие максимальные и минимальные значения она может принимать. Поэтому, если есть до сих пор какие-то белые в V-Ray непонятные значения тех или иных параметров, подвел мышку, подождал, почитал внимательно. Там же есть рекомендации по регулировке. Очень удобно. Очень удобно. Ну, а теперь давайте поговорим о более значимых функциональных новшествах. Стоит заметить, что у меня сейчас V-Ray настроен дефолтный, то есть я его никак втихаря не регулировал, чтобы он там вел себя культурно. Но для большей частоты эксперимента я вообще выключу его сейчас и включу снова. Как вы знаете, это полностью сбрасывает все его настройки, чтобы вы не думали, что я там что-то втихаря уже успел настроить. Единственное, что я отрегулирую, это количество так называемых sub-div в LightCash, потому что сейчас нам потребуется выполнить несколько черновиков. Ну, и, естественно, чем меньше sub-div в Кэше, вот где-то 30 поставили вместо 1000. Это временно позволит мне очень быстро прощать дискотеку. Теперь. Первое нововведение, которое мы можем с вами увидеть, это V-Ray физическая камера. Вот, здрасте, она вернулась. V-Ray может пользоваться как съемочной камерой Максовской, так и теперь своей собственной. Еще, кстати, забавно, съемочная камера Максовская, но тоже V-Ray, потому что та камера, которая в 3D Max, она-то изначально была разработчиками Макса, получена от разработчиков V-Ray. Но, что называется, согласно последним веяниям моды, и в короне V-Ray появились собственные камеры, вот мы сейчас видим так называемую V-Ray физическую камеру. Именно она создается, если нажимаешь кнопку «Создать камеру». Чем-то отличается ли она от обычной Максовской? Да нет, почти ничем. То есть те же настройки, что обычные Максовские камеры, даже местами чуть менее удобные, ну, например, отсутствует регулировка экспозиции в режиме так называемых экспо-величин, E-V, необходимо выставлять раздельную диафрагму и выдержку. Ну, как и в самом V-Ray практически один в один, все те же самые настройки с очень небольшими какими-то отличиями. То есть все-все-все-все вернулось, как было, в старых версиях V-Ray. Хорошо это или плохо? Ну, как минимум это неплохо. Можно использовать обычную камеру, если это в какой-то причине вам нравится. Да хотя к ной перспективе рендерить, никакой разницы не будет. И так, камеру, да, я здесь V-Ray уже поставил, но повторюсь, какое-то серьезное... Какое-то серьезное множество она себе не представляет. Теперь, поскольку системы V-Ray RT больше, по сути, нет, она нужно просматривать в черновики во время работы, у V-Ray есть другая система. Она называется IPR, что переводится как интерактив превью, то есть интерактивный предварительный просмотр. Это, по сути, та же самая V-Ray RT, ну, концептуально, то есть это режим, который в реальном времени показывает вам, что у вас там происходит. И вот я хочу запустить тот самый IPR, это можно сделать двумя путями. Ну, допустим, в диалоге V-Ray, в диалоге V-Ray, появилась прямо такая панелька IPR и кнопка Start IPR. Есть и другой способ запуска, ну, вот я сейчас использую такой. Я нажимаю Start IPR, и интерактив превью запускается. Обратите внимание, еще что очень желательно, это в диалоге, который называется Вид для визуализации, вот здесь нажать замочек. Это для того, чтобы IPR-окно не переключалось вслед за вашими манипуляциями в окнах проекции. Ну, потому что вам чаще всего захочется видеть глазами камеры картинку, а если вы жмакнете по окну топ, то превью перейдет в окно топ, и ничего хорошего там не видят. Если нажат замочек, такое переключение не будет происходить. Ну, вот, как видите, IPR работает. Сейчас мы с вами видим за окнами этого интерьера замечательный задний фон, который у меня стоит в окне, так называемого environment, который я хочу... А, даже так, я забыл светильник стереть, извините. Хочу повыключать некоторые светильники сейчас, чтобы они мне не мешали на этом этапе. Вот сейчас я выключил весь свет, который у меня был в этой сцене. И остался у меня из света только обычный белый задний фон. И ничего больше. Вот, IPR режим работает, и я в реальном времени вижу получаемую картинку. Если мы за уголочек делаем или меньше, ну, мы, естественно, немножко проигрываем в визуальном представлении, но очень сильно выиграем в скорости. Все замечательно. Теперь. Как поставить свет для интерьера? Самый традиционный вопрос. Вы, я думаю, отлично знаете, что есть такая штука, как... О, секундочку. Я возьмусь. Вижу в этой сцене, я некоторые вещи забыл купаться. Все, в принципе, хорошо. Просто была такая же сцена для финала, и я не заметил, что я пересекомил. Все, слабо. Итак, самый простой пример. Условка сверху для интерьера. Вот камера у нас уже стоит. Ну, самое частое освещение интерьера это солнце и так называемый портал. Вот, в каждое окно традиционно ставят такой светильник, который лучше пропускает уличный свет. Как мы будем ставить солнце? Давайте полюбуемся. Тут ничего абсолютно не изменилось. Все, что называется, очень традиционно. Вот кнопочка называется установить солнечный свет. Установить источник света типа веры солнца. Сейчас я нажму, буду получен. Компьютер тормозит. Вот, прекрасно. Ну, и вот я установлю солнечко. Появляется вопрос, хочу ли я поставить небо. Ну, конечно, хочу. Как же бездно. Ну, и вот солнце и небо работает. Поднимем солнце немножко выше и получаем какое-то вполне интересное освещение. Сразу бросается в глаза очень сильный пересвет. Почему такое происходит? Почему картинка так сильно засвечивается? До этого-то в качестве источника света применялся просто белый фон, который может рассматриваться в роли освещения только на первых этапах. А вот солнце плюс небо – это как раз свет вполне себе нормальный. Но он намного ярче. И если бы мы с вами имели дело с более старой версией, то стоило бы сейчас в настройке съемочной камеры и там поменять так называемую экспозицию. И вот тут новые игры, четвертые, очень интересную предлагают функцию. Наконец-таки разработчики сумели сделать автоматический контроль экспозиции и баланс белого. как в любом фотоаппарате. Когда вот мы берем фотоаппарат, фотографируем интерьерчик, или берем какой-то айфончик и делаем то же самое, у нас не особо заботится, как и этому экспозицию. Но введем сюжет, кнопку нажали, он сфоткал. И вот здесь, наконец, это реализовано. Стоит нам залезть в диалог, который называется V-Ray камера. Заметьте, это не в самой съемочной камере, кстати, что было бы чертовски логично, а именно в закладке V-Ray в разделе, который так называется, камера. И вот мы видим две отличные галки. Они называются автоэкспозиция и баланс белого. Служат для автоматического подбора и того, и другого. Если я их устанавливаю, заметьте, по умолчанию они ставятся для All Cameras Views. То есть любые камеры или любые обычные виды, скажем, Top Front, Perspectiva, этими функциями обрабатываются. Можно сделать так, чтобы обрабатывались только те виды, у которых нет зарядом и настроены экспозиции собственные. Ну и что я вижу? Совсем другое дело. Вот у меня все отлично срабатывает сейчас. Я теперь запустил превью, она не бы не хотела отображать, сейчас не хотела. И яркость подобралась вот теперь уже адекватная. Более того, естественно, яркость будет подбираться сама снова, снова и снова по мере того, как освещение, например, будет меняться. То есть если я, ну допустим, опущу солнце сильно вниз, чтобы наступил вечер, экспозиция пересчитается и вот вечер у нас наступил, но в среднем яркость осталась та же самая. Если я подниму солнце в зенит и сделаю яркий, прияркий день какой-нибудь с дископеляющим белым светом, но все равно автобаланс яркости накрутил все так, чтобы пересвет в метро. То есть в режиме автоэкспозиции вы можете больше не задумываться о том, как там, что у вас будет с яркостью. Но если, если яркости немножко не хватает, то есть чем плохо автобаланс? Он делает такой средний по больнице, то есть вот так вот и точка. АС нужный яркость, АС нужный контрастник. Но у нас же есть с вами так называемая дополнительная обработка. То есть мы можем вызвать посткоррекцию так называемую. И в посткоррекции диалог экспозиции. И тут можно выбрать дополнительную экспозицию, можно убрать засветы и можно отрегулировать уровень контраста. Поэтому тут стоит понимать, что вот этот самый автобаланс яркости оттенка белого, он срабатывает, чтобы вывести все в ноль, а уже от этого нуля мы потом спокойно регулируем и экспозицию. И вот, пожалуйста, дополнительный контроль баланса белого. Тоже можно отклонить в сторону теплого и холодного и подобрать нужный вам оттенок. То есть, подводя еще раз итог, система сама настроит среднюю величину, а он уже останется принять какие-то чисто художественные меры для улучшения результаты. Однако вот так вот рендерить пока рановато по той причине, что нету как называемых порталов. Порталы это специальные светильники, которые устанавливаются в окнах. Дело в том, что в обычном случае как верой, так и как рак обстреливают интерьер со всех сторон света в надежде, что он свет проникнет в окнах и тратят кучу времени на то, чтобы расстреливать светом, ну скажем так, стены, через которые свет пройти никак не может. Я сейчас немножко упростил это все, они нам близко к этому. И нужны особые светильники, которые ставятся прямо вот лично в каждое окно, которые и объясняют Vray и offline, что вот, мол, здесь окно, отсюда надо светить. И вот на установку этих порталов порой уходит прилично времени и в новом Vray появился автопортал. То есть такой специальный светильник, который сам находит окна и сам настраивает свет через них. ну, я сейчас, конечно, немного приукрасил ситуацию, там все еще пока, как говорится, work in progress, то есть опция экспериментальная, но в принципе вполне себе работает. И это не отдельный какой-то светильник, это так называемый дом light, это старый добрый светильник но с специальной галочкой. Вот я создаю купольный светильник, делаю его в окне топ, вот он у меня получился. Настраивать его никак не нужно, а нужно что сделать? В закладочке options мы не видим ничего нового, а вот в закладочке дом light, то есть купольный светильник, вот тут-то мы и можем наблюдать новую галочку, которая называется adaptive dome адаптивный любосводник. Это и есть автопортал. Стоит поднести мышку, появится описание, вот как раз мысль описания в том, что здесь происходит автоматический расчет потоков света и вычисление откуда же его направить оптимально. Если я включаю adaptive light, все заработало, теперь это будет у меня портал. То есть это то же самое, как я сюда поставил портал в каждое окошко. Единственное, что дом light пока не знает, каким светом светить, потому что ему нужно явно указать вот здесь, какую картинку в эти порталы проецировать. И если уж мы используем солнце, то придется залезать в диалог окружающей среды, брать так называемый небесный купол и переносить в портал как instance. То есть я вот сейчас небосвод перенос в качестве портала. все сейчас все отлично работает, то есть вот этот самый новый светильник, он теперь позволяет небесному свету давать свет в интерьер не просто со всех сторон, а строго через окна. Радикально лучше или хуже в этом не станет, но шума станет куда меньше, а рендеринг все будет куда больше. теперь что касается вообще в целом шума. Вот я разглядываю результат моей деятельности, ну вроде как ничего такая картинка, но она конечно шумновата, все в таких точечках. Я думаю, если вы когда-то занимались уже визуализацией, использовали там V-Ray, Corona, в эти точечки неоднократно наблюдали. Называется это дело шумы и возникают они абсолютно на ровном месте всегда. Как от них избавиться? Есть много вариантов, ну например, просто подождать полчасика. Они пропадут за счет очень интенсивного трассирования лучей света. Использовать технологию и Radiance Map, которая тоже сильно снижает их, но она только на финальном рендере включается. Сейчас равноват и для вообще не всем нам конец. Ну или применять деноизинг, то есть систему шумоподавления. И вот тут, дорогие друзья, в последнем V-Ray появилась очень мощная технология деноизинга в реальном времени. Ну что такое деноизинг? Вы знаете, это подавление шума. И V-Ray использовал свою собственную технологию подавления шума, которая так называлась деноизинг. Но в последнем четвертом V-Ray они также позволяют использовать технологию NVIDIA, которая работает только с видеокартной компанией NVIDIA, так называемой деноизинг с искусственным интеллектом, а и деноизинг. Эта технология дает результат хуже, чем обычный деноизинг. деноизинг. Зато она выдаёт в реальном временем интерактиве, то есть не расходу времени вообще на деноизинг. Поэтому для черновиков вы можете включить деноизинг в реальном времени, и тогда вот эти черновики будут смотреться в разы краше и приятнее. Как это делается? Добавляем обычный деноизинг. Он добавляется в диалог рендер элементов. Вот я нажимаю добавить, добавляю в реальный деноизинг. Упс, не правильная кнопочка. Вот теперь правильная кнопочка в реальный деноизинг. И где же тут этот самый Artificial Intelligence? Ну вот, в самом-самом конце настройки есть такое понятие, как denoise engine, то есть тип подавления шума. Дефолтный в реальный его надо применять для финальной визуализации. И особенно для видеороликов. Потому что он имеет хорошую функцию в соседних кадрах выдавать, например, один и тот же рисунок шума, тем самым избегая мерцания мешкадрового. Ну, а альтернативный вариант, вот я его включаю, NVIDIA AID Noddy. К чему это приводит? Если я запускаю IPR, то есть предварительный просмотр, его можно запустить или кнопка, или, если, например, вот еще кнопочка есть, такая специальная, то сейчас IPR запустился, пока никакого обеченного динозинга я не вижу, но тут дело в том, что просчитывается несколько пасов предварительно, то есть легких прогонов, а дальше запускается AID динозинга, и вот сейчас мы увидим, как он сработает, пока видно, что все в шумах, и вот волшебный третий пас, и давай динозинга уже включается, вот он включился. Как видите, шум напрочь пропал. Появилась, правда, некоторая мутность изображения. Эта мутность уходит по мере наращивания пасов. То есть этот самый Artificial Intelligence Dinoiser, он анализирует контура объекта, и по мере того, как шум ослабляется, он эти контура и детали прорисовывает все четче и четче. Повторюсь, это полезно именно для предварительного просмотра. Очень красивый и ровно. Ну, а сейчас мы можем с вами уже переходить к финальному репору этой картинке. Это будет еще далеко не конец истории, но тем не менее. Как нам выполнить финальную визуализацию? Вот, предположим, я еще немножко сошка подвигаю туда-сюда, выберу, откуда же мне хочется отсветить в этот интерьер. Допустим, я хочу на съемочную камеру такие длинные-длинные тени загнать, чтобы в сторону камеры на полу упали такие прострелы сверху. Вот они пошли. Ну, вообще, бестолково относить в ладжевом в ладжевом. Вот так вообще не так. Хорошо. Остановлю расчет и запущу финальный ряб. Что у нас там хорошего по поводу финального ряб. вы можете использовать так называемый пресет. То есть, если вы знаете, как настроить верей для финальной визуализации, вы можете один раз это сделать. И дальше просто переключив пресет на финал рендер, верней загрузить все настройки для финальной визуализации. Ну, а если кратко, там в чем суть? В том, что надо включить так называемый irradiance map технологию. Друзья мои, надеюсь, вы мобильники выключили. Так вот, там включаются технологии irradiance map, которая позволяет просчитывать предварительную освещенность. Этим самым очень сильно ускоряет финальный рендер, убирает шум. Ну, и, конечно, в динозинге стоит алгоритм обычной вере-динозер, не инвизи. Все остальное примерно то же самое. Давайте я чуть-чуть пониже, только у LightCash и Subdive сделаю все равно это не так много, что быстрее сейчас считалось, у меня было больше времени показывать всякие приятные мелочи. Размер картинки, ну, я сделаю тоже поменьше. Все, нажимаем рендеринг. Ну, и вот это уже финальный просчет. Тут уже речь о том, что нужно терпеливо подождать немножко. Видно, что сначала срабатывает LightCash. О, секундочку. Вполне возможно, что при этой перенастройке у меня благополучно слетели галочки в камеру. Потому что галки автоэкспозиции от баланса белого относятся к настройкам VRay, когда я загрузил пересет, они слетели. Ну, я их вернул. А вот мы как раз видим, что будет без них. Ну, а сейчас с ними. Теперь система определила более правильный баланс белого, камера перестала слепать. Более правильная яркость, естественно. вот мы получаем с вами такую вечерку. Сначала рассчитываете вайкэш, потом пошел считаться и ради насмайк, вот он родной. Ну, а пока там все считается, я могу открыть диалог экспозиции и опять его порегулировать. Скажите, настройки радио смайка все представлены рендерами, однако были как и радио 2, 3, 6. Да, да, настройки радио смайка те же самые. Там как раз отличие. Никаких, то есть сама технология радио смайк постепенно уходит в прошлом. Она не поддерживается вирей GPU. Вот тот вирей, который рендерит видеокарты, он в и радио смайк не умеет. Но он тупо рендерит раз в 10 быстрее. Поэтому можно рендерить обычным бортфоксом, который идеально точен и дает очень аккуратные микро-зетали. А за счет видеокарты это будет работать во сколько раз быстрее, что по скорости вполне сравнится с радио смайком. Ну, там есть свои недостатки при этом, но тем не менее. И вот мы с вами видим, как у меня уже все дело перешло на просчет пассов, и радио смайк уже посчитался. Вот сейчас считается у меня первый пасс. Решил посмотреть на реночные ювелири скидки. Какая видеокарта рекомендуете, спрашивает Максим Криченко. Я чуть позже обскажу об этом. Сейчас пока видеокарта у нас никакая не рекомендуется, по той причине, что она никак не используется. Это обычная вероиня, тут видеокарта не нужна. Но на самом деле нужна все равно, потому что некоторые функции даже здесь через видеокарту работают. Но не в том объеме, чтобы она как-то зарешала. Ну все, процесс благополучный. Ждать придется. В среднем на картинку такую где-то полчаса-часа. Я имею в виду, конечно, не такую маленькую, как эта. В хорошем, большом, качестве, две или три тысячи точек по ширине. Но памяти нужно хотя бы восемь. Тут же дело не в памяти. Объем оперативной памяти на скорость рендера никак не влияет. Если хватает, то ее хватает. Если не хватает, то ее не хватает. А то, что будет хватать с запасом, ничего не изменится. А вот процессор, да. Процессор робок i7, конечно, сейчас народ ставит в основном разных поколений. Вот здесь ноутбук i7, ноутбук уже пять лет, он же такой ветеран заслуженный. Но здесь i7 стоит ранее поколений, но тем не менее мне его хватает, чтобы рендерить большинство проектов прямо дома на ноуте. С кораной, конечно, все уже не так радостно, сверяем за милую душу. Ну вот он почитал картинку, включил деноизинг. Надо понимать, что деноизинг сейчас работает в черновом режиме, то есть вы можете наблюдать вот здесь довольно сильный шум, не знаю, видим ли проектор почти не видим. Давайте я кривую подниму сейчас, чтобы слегка на экране проектора вы видели вот эти детали в темноте. Вот теперь, я думаю, получили. прям пятнышки в полу. А, все равно как раз пропали, только я собрался это показать. Деноизинг в череду раз обновил картинку и стерни. Но так или иначе я нажимаю стоп кнопку здесь или здесь неважно. Ну и все благополучно окончательно сглаживается. Готово? Вот на картинку. Хочется коснуться теперь другого вопроса. Давайте я снова включу черновые настройки. Как видите, если я настроил вероятно черновик на финал, то переключение одна кнопка выполняется. Все, я вернулся к черновой настройке. Слетели галочки стоять? Нет, не слетели здесь у меня стоять. И я хочу удалить солнце. Потому что я сперва думал сделать красивый поздний юншер и вообще ночь. А вот для этого солнце уже не нужно. И небо тоже не нужно. Я удаляю из окружающей среды как-то небо. А что для этого нужно? Для этого нужен вот этот светильник, который дом-лайт купол, который, друзья, умеет работать с режимом автопорталов, который сейчас уже активен. Еще раз напомню, если у вас в этом светильник следил галка, ой, вот эта кнопка, и дайте в дом, то этот светильник умеет толково заглядывать через окна. И все отлично понимает, где тут окно и куда он светится. Вот. И в него в этот светильник мы можем подготовить сейчас так называемую HDR-карту. В редакторе материалов я создаю карту V-Ray HDR-карта позволяет загрузить в себя специальные картинки формата, который так и называется HDR. Эти картинки содержат специальную фотографию, типа вот такой. Эта фотография на 360 градусов разворачивает пространство, и она позволяет из себя излучать свет. То есть эта картинка не просто фотка, это фотка с 32-битным цветом на каждый пиксель, на каждый канал. Это означает там до 1 миллиарда градаций яркости. И солнце, которое там нарисовано, оно светит не хуже настоящего. Поэтому, выбирая ту или иную HDR-ку, я с ее помощью могу сделать вполне убедительный свет. Просто из одной картинки. У меня их очень много, и некоторые из них я использую в работе. Но вот сейчас я хочу взять HDR-ку с каким-нибудь вечерним небом. Вот это, щелкаю по ним, и, наверное, вот мне нравится из двух любимых. Называется розовый пасхор. Вот я ее взял, она загрузилась. Переключу на режим сферика. А дальше загрузим ее в источник сверху. у него есть кнопочка, куда ее можно благополучно подцепить. И поставим побольше разрешения. То есть вот теперь эта картинка у нас загружена в светильник. Включим интерактивный просмотр для того, чтобы посмотреть, как же теперь ситуация изменилась. Надо сказать, что диапазон яркости у нее категорически отличается от того, что был у солнца. И по-хорошему нужно ярко переподстроить. Но поскольку включена галка автоэкспозиция, ярко сама настроилась. То есть по сути все заработало. Надо бы только повернуть эту ХДР к нужным углом. Потому что мне вот появляется та сторона, с которой мы видим. Поставлю допустим поворот 90 градусов. Вот система пересчитывает, что будет, если картинка повернется. Надо бы сделать поменьше изображает. Опять что большого возьми. Еще немножко повернем. Вот так мне нравится. Если эта ХДР не нравится в принципе, можно загрузить другую. А допустим с ночью совсем уже глухой ночью. Вот такой например. меняется ХДР здесь, меняется ХДР там. Вот такая зорница яркая. Горит. Давайте развернем это другим углом. Обратите внимание, конечно, картинка получается заметно светлее, чем должна быть. Но потому что автоэкспозиция вытаскивает ее. автоэкспозиция пытается из ночи сделать день. Она же не знает, что ночь нужна. Поэтому конечно мы можем регулировать дополнительную контроль. И все-таки такую совсем глухую ночь я не хочу. Хоть что такое ближе к вечному. Потому что конечно очень интересно было бы посмотреть как сочетается искусственный свет с естественным. Вот поставлю все-таки вот одна из моих любимых. Как не красиво хорошо. Все. Поставил развернив. А вот теперь у меня в этом интерьере стоят источники света, которые пока выключены. вот например есть источник света, который воткнут в настольную лампу в потолочную дуку. Давайте его выделим. И вот яркость у него пока очень маленькая. И поэтому смотрите он заработал. То есть вот я вижу как свет отсюда пошел. Но поскольку яркость маленькая у светильника, а у хд фоновая яркость большая, то естественно баланс яркости с хд фоновой а вот я светильник сделаю ярче в сто раз. Не 50 поставлю, а 5000. Но естественно теперь он стал намного ярче и баланс яркости слился на него. Как видите сразу же система перенас строилась так, чтобы уже свет от светильника решал расчеты. Ну я хочу подгникивать немножко, не думаю, что это. Попробуем активировать еще вот эти светильнички, так называемые EES-ки. Ну и конечно у светильника, который главный, условно говоря, я такую как не буду, видим 500 так хватит. Вот искусственные светильники заработали и система автобаланса всегда будет подбирать такой баланс белого и такую яркость, чтобы все светильники примерно одинаково были видны, свой вклад давали, и по самому яркому, самому темному определяются крайние точки того диапазона, под который баланс настраивается. Ну как при обычной фотосъемке. Какие-то части останутся немножко пересечены, но вы сможете потом менять и силу засветов, и общую яркость, и общую контактность. Ну вот сейчас почти идеально. Я думаю, чуть-чуть темноват вам кажется, потому что проект показывает не очень, у меня здесь все на экране шикарно, а вот в классе может быть нет. вот такая прелесть, Ну и к вопросу о скорости рендерения. Вы уже видели, что V-Ray в общем, по сути, финальное качество рендерит картинку быстро. То есть, ну, положа руку на сердце, даже на ноутбуке, который, ну, уступает современным высокопроизводительным достойным компам примерно раза в 3-4. Хотя ноут не самый сложный. Так вот, даже на этом ноуте я вот эту картинку в финальном качестве за полчаса посчитаю в формате 3000 лошади, скорее всего. Ну, 2000 точно. А можно ли быстрее? Можно, если задействовать V-Ray GPU, то есть тот самый V-Ray, который рендерит видеокарты. Давайте об этом теперь скажем потому что по технологическим фишкам показал практически все. Но опять что там с видеокарты? Я останавливаю рендер и переключаю V-Ray. Вместо обычного V-Ray я включаю V-Ray GPU. V-Ray Какие главные отличия в V-Ray GPU? Ну, самые главные отличия нельзя использовать Eradiance Map. То есть технология Eradiance Map недоступна. Вот диалог Global Illumination. Видно, что расчет глобального света может идти через LightCash или через BrutForce. Никаких других вариантов не предусмотрено. Но повторюсь, при наличии видеокарты это и не нужно. Вопрос, какая видеокарта нужна? Вот теперь хороший вопрос. Если вы пишите, V-Ray пахался, что называется, на все деньги, то, конечно, желательно 10-е поколение. Что им хотя бы типа 10-60. То есть Nvidia 1060. Оптимальный, конечно, Nvidia 1080. Но это 50 тысяч рублей с этой карты. С другой стороны, этот 1080 будет пахать с такой бешеной скоростью. Что будет заролевать по производительности какой-то 24-ядерный графический компьютер ценой в пару миллионов рублей. То есть видеокарта действительно имеет колоссальную отдачу при вычислительных процессах с фиксированными алгоритмами. Заведомо ей известны. Поэтому да, здесь скорость будет колоссальная. Заметьте, есть такой диалог в V-Ray GPU как Device Sell. То здесь мы можем определить галочки на какие видеокарты используются. Их может быть несколько. Ну вот у меня стоит на ноутбуке 780 одна. Ну, кстати, не самая плохая карточка. Но тут все, конечно, портит букву М в конце названия. Это все-таки ноутбучная видеокарта. Сейчас самые топовые ноутбуки ставят уже 1080 обычную. Не ноутбучная, которая рвет так, просто в космос сразу улетает. Ну, здесь так. Ну, кстати, Грязь 780 это самая топовая карта в седьмом поколении. Самая большая. Ну, к сожалению, общее ограничение в сармане было здесь больше сильно. А это ядро написано C++ для CPU. То есть это галочки если установлены, то процессор тоже задействован. То есть что удобно, задействованы и видеокарты и процессы. Это так называемый гибридный рендер. CPU, GPU. Поэтому все мощности вашего компьютера будут задействованы на полных. Это очень круто. Потому что ясно сармане A7 12-ядерной и к нему еще 1080 видеокарта. То скорость рендера просто фантастически достигается. Мне к этому корону близко не стояло. Итак, оригалочки стоят шикарно. По прочим настройкам они ничего не нужны. GPU рендер он не нуждается ни в каких ваших настройках. Поэтому все те же настройки, что и обычная визуализация. Ну раз только в камере опять проверяем волшебные галочки, которые снова отлипят. Мне казалось конечно позже руководят куда логично вытягалки авто экспозиции поставить в самой слимочной камере. Чтобы они не зависли от прихти настройки рендера. А что очень логично были бы именно в камере. Я имею ввиду в камере Vray или в камере Max. Но раз вы сделали отдельную камеру что дайте галки не в ключ. Ну ладно это для меня неисповедимый пути разработчиков почему они вот так вот интерфейс конфидентирован подкнул назад конечно. Ну а теперь можно запустить или интерактивный просмотр он тоже работает через видеокарту то есть если я захочу запустить IP по режиму я также могу его включить вот он запускается замечательно. Как видите появляется небольшое предупреждение что типа раз ты дорогой друг использовал то же самое которое обслуживает Windows экран то у тебя интерфейс Windows будет подтормаживаться ну кстати ничего подобного все отлично работает не знаю что он пишет раньше как раз оно действительно подтормаживало сейчас отлично как видите все прекрасно и вот заметьте насколько быстро картинка появляется то есть сколько он думал тогда и она насколько молниеносно фидбэчит сейчас то есть фидбэк то есть отклик он просто я бы сказал инстинк молниеносно то есть почти рилтайм сейчас автосейф включился то есть вот я сделаю побольше поменьше я вижу что вот третий пас достигается ну блин секунды дверь то есть даже в большом размере скорость обновления фантастическая ну а давайте для примера например попробуем поменять задний фон хдр на какой другой и посмотрим насколько быстро система среагирована возьмем редактор материал загрузим другую хдр ну например сон конечно какое-то время уходит на открытие самой хдр потому что хдр не имеют очень большой размер поэтому когда я тыкву по ней конечно надо подождать изряд дальше она откроется ну а вот это с деревом и большим солнцем все открываем вот она загружается и в момент когда прошла загрузка хоть секунда картинка обновляется и это повторюсь видеокарты не 1070 бешен и не 1080 это 780 эта карта уступает раза в 4 современном топовом а то и 8 если в 10 поэтому вот эта вот технология веры будет работать но все-таки оно будет работать не так бодрюче как 10 поэтому если вы хотите купить ну конечно просто если вы хотите купить современную карту то лучше берите 10 вот есть такая карточка допустим очень рекомендую дешевая 1050 она будет тащить дай боже при том что она не будет греться она дохненькая ну по меркам 1080 дохненькая а по меркам предыдущих поколений наверное не подойдет это как раз до стационарных и подойдет вы в ноутбуке не можете видеокарты выбрать у ноутбука они не заменяют хотя вот на этом ноуте я поменял видеокарту но это стоило мне кучу мучений а и сама компания нвиди еще всячески пакосты не давать тебя драйвера ставить то есть нвидиа когда видишь ноутбук поменял видеокарту на другую она говорит ой что-то пошло никак какая видеокарта на таком ноутбуке стоять не должна извиня я не буду драйвер ставить ведь он он будет превращать просто в железный рабочий и тебе приходит файл конфигурации видеокарты и нижний название инфайл и там в нем вручную прописывают звездосвязь твоей карты твоего ноутбука в общем там короче такой цирк сканяли так или иначе заметьте как же быстро все это работает вот допустим я хочу хдр сделать потемнее она слишком яркая а я думаю все-таки вечер сделать у хдр есть понятие овером мультиплайн то есть общая яркость я сделаю 0.1 то есть в 10 раз теперь хдр стала слабенькой оп и естественно уровень определения яркости сразу переключился на искусственные светильники чтобы они теперь давали больше света а хдр меньше ну вот друзья я почти закончил остается только лишь рендернуть финальную картинку в этой сцене и показать вам еще немножко по другой сцене чем хорош гпу рендер ты почти ничего не настрой мы только размер картинки увеличим и в динозе давайте посмотрим чтобы не аи динозер стоял а вире обычный динозер повторюсь аи динозер только для черновых просмотров годится но сами создатели признают что типа лучше что а в только под каждую версию 32 то есть под 1 макс 2 макс а вот если, скажем, поставить 18 макс и 19 макс, то под них можно развивать V-Ray. Но обратите внимание, как работает GPU V-Ray. Сначала считается LightCash. Это уже в режиме финального варианта. А, да, кстати, в режиме чернового просмотра. Там еще есть специальные настройки, я не стараюсь сдавать, чтобы типа обновлять картинку сначала грязную, потом чистую. Тогда он еще быстрее начинает работать. Ну, а так или иначе считается LightCash. А дальше интересная вещь. Наши привычные так называемые пассы, то есть циклы обновлений, они считаются сразу по 16 штук. То есть вы думаете, думаете, тыц, 16 пассов. Вы думаете, думаете, тыц, 32 пасса. И здесь, конечно, видеокарта очень сильно решает. Повторюсь, пока мы видим еще не рендер, а черновую картинку. Ну, а и вот пока он сейчас будет думать над ней, я смогу еще немножко покрутить так называемые визуальные эффекты, которые могут дополнительно все это подукрасить. Давайте дадим немножко ему пушустричь. LightCash рассчитывается. Это, наверное, самый долгий процесс сейчас, который нас ждет. И на этом процессе, что плохо, не удастся ничего порегулировать. Вот видно прямо, как картинка потихоньку улучшается. Это идет базовый пасс. Но мы увидим с вами, что сейчас вот у нас пасс ноль, то есть он будет ноль обновлений. И когда вот первый цикл дойдет до конца, он выдаст 16 обновлений. То есть, ну, грубо говоря, за то же время, за которое в обычном случае пришлался бы один пасс, то сразу 16 пришлений. Ну, давайте через экспозицию немножко порегулируем восприятие. Потемнее сделаем. Ну, а теперь насчет оптических эффектов. Вот они, оптические эффекты. Молодцы, кстати, разработчики сделали так, что даже под максимальной нагрузкой ничего особо не тормозит. Помучился с VRM36. Там изрядный интерфейс-ступинка, это трендераж. Финальная картинка. Даже такое перемещение окна порой вызывало зубовый скреж, потому что все-таки фризер шли, не дай бог. Сейчас все шикарно. Вот, давайте я включу так называемый глэйер эффект. Глэйер эффект – эффект яркой вспышки. Он позволит вот этим точечкам вокруг себя нарисовать радиолу. Это самое. А можете показать мне эту кнопочку вот этих вот этих вот этих эффектов? Да, конечно. Сейчас, мне дальше совпало, что у меня одновременно деноизинг включился, и глэйер, поэтому он задумался. Вот кнопочка. Вот эта вот. На ней нарисована искрка. И мы видим с вами, вот заработал глэя, везде загорелись яркие вспышки. Вот, кстати, на нарисованном солнце тоже вспышка, естественно. Солнце нарисовано, это КДР. А в КДР диапазон настоящий. Вот. Ну, все, шикарно. Вот это я, конечно, протупил и случайно такнул кнопочку и скелеку. И у меня рендер остановился. А функция, как в короне, продолжится в последнее место здесь нет. Ну, она есть, но я включаю как-то специально. Но, тем не менее, придется вот так поставить. Можно поэкспериментировать с расстройками засвета и сияния. И там и там включить так называемые отсечки. Ну, сейчас я уж с вашего позволения не буду заново все пересчитывать. В финальном качестве, потому что это банально выходит тогда за рамки возможности показать вам следующую сцену. Но я могу что сделать? Я могу установить картинку поменьше. Допустим, 800. И рендернуть ее. Я включил эффектику. Вот теперь она будет с эффектиком. У меня кнопочку и скейк, конечно, лучше не трогать во время рендера. Сколько раз на это не попадало. Вот из-за того, что я приближаю картинку, а потом возвращаюсь обратно в скейк. Бывает лишний раз и скейк к неж. И на это меня считает, что cancel лежал. И это расстраивает. Друзья мои, что касается интерьеров и экстерьеров, в четвертой V-Ray дает поистине впечатляющие возможности. Вот все то, что было в нем хорошего, плюс автоэкспозиция, плюс меньше возьми, плюс автопорталы, плюс практически интерактивная реакция через GPU. То есть, ну, конечно, шикарно. К сожалению, лайтмикса, а-ля как в короне, до сих пор не завезли. Ну, что поделать, ладно. Должно же в короне что-то тоже быть эксклюзивное. И сейчас, когда вот мы закончим с этой сцены, это случится буквально через две минуты, я хочу показать вам еще одну сценку небольшую. Там уже мы ничего делать особо не будем. Дело в том, что вот этот V-Ray GPU, который вы сейчас видите, он не только дает возможность намного быстрее и интереснее интерьеров рассчитывать, он еще, наконец, открывает перспективы к рендерингу видеоролика. Потому что все же, все же, пока производство видео домашнее, это затея очень трудного поляда. Потому что даже банальный ролик, где у тебя облет интерьера, или облет домика, или какая-нибудь деталька вращается, это может быть несколько недель рендера. Даже быстро выбираем. И вот постепенно эти недели превращаются в дни, а сейчас уже в часы. То есть отрендерить какой-то несложный ролик, да и даже сложный. Используя V-Ray GPU, это теперь уже вопрос. Ну, возможно, одной ночи, возможно, даже быстрее. Ну, вот сейчас я вам покажу насчет видеороликов. Вот, да, вот у меня просчитывается картинка через GPU. Вот, наконец, пошли пассы быстро уже считаться. Видите, с какой скоростью пассы накручивают? 200, 220, 240, 240, здесь 50, здесь 70, здесь 80, 30. Вот те самые 300 пассов, которые условно считаются достаточно, чтобы что-то такое получить красивое, вот они уже насчитались. То есть, когда эта штука расхочегарилась, насчитает очень быстро. Ну, и вот у меня уже 350 пассов. Ну, я нажму стоп, я не буду больше сейчас доставлять его думать. Вот, сейчас, ну, последний динозинг сработает, все готово. Вот моя картинка получилась. Ну, на мой взгляд, чертовски чисто. И обещанная, дорогие друзья, дополнительная фишечка. Вот, обратите внимание, простинка из сцены с анимацией. То есть, у нас есть подставка, на которой лежат предметы. И есть небольшая анимация вращения предметы. Если мы с вами включаем V-Ray GPU, давайте я для частоты эксперимента выключу и включу снова. Для анимации важно что? Чтобы каждый кадр просчитывался декод определенного качества. И вот этот момент продуман. Хорошо? В преференциях, извините, в V-Ray здесь есть понятие остановка, условия остановки. Условия остановки может быть по минутам. Но, допустим, я не хочу, чтобы кадр считался дольше пяти минут. Я говорю, останавливайся в любом случае, если достиг пяти минут. И условия по уровню шума. Я говорю, что останавливайся, когда достиг пяти тысячных уровней шума. В интерьере, кстати, тоже сделано, я не стал уже заморачиваться, это очень важно. Если вы используете V-Ray GPU, стараетесь, мой слимит ставить пяти тысячных. Это означает, не останавливайся, пока не достигнешь предела шума в пяти тысячных. Это стандартный предел шума, который считается идеально допустимым. То есть вот так вот я настраиваю систему. Но для видео можно и отборку использовать. Можно еще использовать ограничения по так называемым сэмплам. То есть сколько лучей прилетело в точку. Ну, допустим, пятьсот сэмплов. Вот, пять. То есть, грубо говоря, он остановится, когда будет достигнута любое из этих условий. Либо пятьсот лучей в точку, либо пять процентов, пять тысячных шума, либо пять минут время рендера. Ну и вот я выбираю любой произвольный кадр. Допустим, вот этот. И запускаю рендер. Что приятно, такие вещи, как каустика, глобальный свет, все это учитывается в дефолт, а то есть ничего для этого настраивать не нужно. Все у тебя работает сейчас. То есть у тебя, да, получается очень неплохая презенташечная картинка. Ну и, естественно, это может дополнительно повлиять на нее через пост подработку. Везде, где нужно, отражается, везде, где нужно, везде, где нужно, каустика возникает. То есть, ну, это очень даже толково. Стоит заметить, это, по сути, первый шаг создателей хаосгрупп к тому, чтобы сделать вот такую систему продакшн-рендеринга, и она уже работает неплохо. Но плюс деноизинг правильный, и получается совсем красивее. Опять-таки, именно система деноизинга дает возможность, во-первых, полностью стереть шум, во-вторых, избавиться от мерцания мешкангами. Заметьте, я ничего нигде не настраивал, ничего нигде не регулировал, просто нажал рендер с дефолтными настройками, так вот время ограничивать все. И оно работает, ну, мое почтение. Если посмотреть, друзья мои, сам видеоролик, я его посчитал. Но не буду приукрашать, на моем ноуте он считался 6 часов. Можно было быстрее, но я решил качество все-таки вытянуть на какое-то приемлемое, поэтому я потерял приличное время. Наверное, можно сказать, в обычном дире, это бы считалось не 6 часов, а это считалось бы все 30-40 часов. и если посмотреть на результат просчета, то результат просчета выглядит как-то... Давайте сейчас посмотрим. Это что такое? Ах, и какой такой сухой? Сейчас я запустил блок. Ах, какой-то блок. Извините. не так кнопочка. Вот это так кнопочка. Ну вот, заметьте, как смотрятся блики, как смотрится игра каустики в плоскости. В нужный момент все, что надо, возникает, все, что надо, где-то. Здесь в этом ролике 150 кадров. То есть в системе пришлось посчитать 150%. За 6 часов она справилась. Да? Ну, в секунду 25 кадров, длина ролика 6 секунд. Ну, обычно такой презентаршечный ролик, который может быть использован для веб-сайта, для магазина, для чего хочешь, который хорошо показывает продукт какой-то. Это вот, друзья мои, чудесная игра ИГПУ, которая дает возможность на одном компе без привлечения рендерфермы, без привлечения запредельных дорогостоящих мощностей получать очень хороший продукт в любой области. С вашего позволения на этом все. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Ваших вам выходных. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые юристы, уважаемые слушатели в классе. Сейчас самое время, если у вас есть какие-то вопросы, задать их мне, я сдержусь, чтобы вам помочь и представить. Покажите, пожалуйста, как и динозер включается все раз. Да, пожалуйста. Динозер включается в следующем офисе. В рендер элементов нажимается команда добавить, выбирается Vray динозер. И у него в самом конце настроек вот здесь, в диалоге динозер engine выбирается или дефолт динозер, либо NVIDIA AID динозер. Хочу заметить, AID динозер будет наглухо висеть, если видеокартный выходящий. Он работает далеко не на всех видеокартах. Но вот это вот дефолт на всех. На всех. Дефолт на всех. И он позволяет очень хорошо динозер финальную картинку и видеополитку. Но для реального времени, для предварительного просмотра его используют нежелательно. До сих пор для предварительного просмотра я, по сути, вверху часто пользуюсь. Вы можете в моей работе посмотреть на ввесе. Если вы выйдете в кардерочку. Я сам часто им пользуюсь, но динозер я всегда выключаю и включаю только в самый последний момент. Потому что он сильно мешает просмотру. А и динозер не мешает вообще никак. Работает замечательно во всех случаях. Но дает качество картинки слабенькое. В смысле, именно если оценивать его по результату, то очень так себе. Обычный динозер лучше. О чем нас спрашивают наши уважаемые динозер ну про видеокарту уже ответил. Любовь, Наталья, Алена, пожалуйста, было очень приятно. Ну что же, дамы и господа, на этом я буду заканчивать трансляцию. Всех благ. До свидания.